Знаете, очень сильно меня удивляет одну вещь, которую я сейчас скажу. Дело в том, что я не знаю, почему, когда я проповедовал в Украине, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы, когда я проповедую, мне не нужно было воды постоянно. И вот сюда, когда я приехал, это что-то связано с моим здоровьем, что мне постоянно нужно пить воды. Потому что даже когда я готовлюсь дома, мне постоянно нужно, чтобы у меня была бутылка с собой водой. И я когда, перед тем, как мне нужно выйти на кафедру, я всегда смотрю, или есть тут вода, или нет, или мне нужно взять. И вот когда я пришел сюда, и тут не было воды. Знаете, не стояло бы вот такие маленькие бутылочки. И вот когда началось собрание, мы пришли сюда, я вижу, что уже бутылочки стоят. Знаете, казалось бы, какая-то мелочь, но вот я не знаю, кто это делает, кто ставит, но я очень благодарен вам за это такое служение. И удивляет, когда вот такой труд делается, знаете, для Бога, когда ты просто делаешь свое, ты на своем месте и делаешь свою работу. Хотелось бы еще сегодня поделиться вот такое, что утром размышлял. Размышлял о таких слов, которые мы начинаем вот в эти праздничные дни, которые начинаем вот такими словами «Христос воскрес». Знаете, я утром думал про эти слова. И знаете, у меня такая радость появилась в моем сердце, что для меня это не просто слова. Я не знаю, где вы выросли, вот если кто переехал с каких-то стран, с Казахстана, с Украины, но вот я вырос в Молдавии, и у нас, когда праздновали Пасху, то все были верующие. Все говорили «Христос воскрес воистину», все приветствовались. И для многих это просто была какая-то традиция, какие-то, просто какие-то слова. Я когда сегодня задумывался, утром я думал, Боже, благодарен Тебе, благодарен, что Ты явился в моей жизни. И вот это не просто слова, это победа. Без Христа я, просто моя жизнь пуста. А с Ним явился смысл. Знаете, вот в рождества, в пасхальных праздниках мы очень много говорим о Христа, о Его смерти, о Воскресении. И вот сегодня я также буду говорить про Христа. Также буду говорить о том, как Ему было сложно. И вот это тяжело было, вот прожить эту жертву, которую Он явил, потому что Он любил нас. Он сделал это, потому что Он любил нас. Отдал свою жизнь. Моя проповедь будет продолжением или дополнением первой проповеди прошлого воскресения. Я не знаю, если вы помните первую проповедь по прошлому воскресению. Знаете, это не было специально. Каждый проповедник перед началом месяца получает график. И вот я знал, что я сегодня буду проповедовать. И я уже знал, о чем я буду проповедовать, потому что я читал Исайю. Я тогда читал Исайю. Вот один стих меня коснулся. И я хотел сегодня поделиться то, что Бог мне положил на сердце. Я не знаю, если вы помните первую проповедь. Вы можете ее просмотреть. Это брат Денис проповедовал. И вот это будет дополнение, продолжение тому, что он говорил. Но есть одна проблема. Дело в том, что я читаю Библию на другом языке. Я читаю на румынском. И там некоторые слова по-другому звучат. Но я прочитаю, как оно написано на русском. И потом я вам скажу, что именно, о чем сегодняшняя моя проповедь. Это Исайя 42 глава, первый стих. Исайя 42 глава, первый стих. Вот отрок мой, который я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой, на него и возвестит народам суд. Первое, что нам нужно знать, что это говорится про Христа. Эти же стихи, вернее, даже несколько стихов из этой главы, первые три или четыре, они цитируются в Евангелии от Матвея. Это как подтверждение тому, что это говорится, вот происходит, подтверждение того, что это говорится про Христа. Исполняется пророчество. Вот эти стихи цитируются именно в Матвеи. Это говорится про Христа. И вот эти два слова, которые коснулись меня, это на русском они звучат так, отрок мой. Но на румынском они звучат по-другому, они говорятся, раб мой. На румынском говорится, раб мой. Если смотреть толкование или новый перевод, самый близкий или самый точный перевод вот этих слов звучит так, слуга или раб мой. Слуга или раб мой. Чем же меня вот коснулось или удивило вот эти два слова, или вернее вот это слово раб. Знаете, мы рассуждаем вот сейчас о победе, о жертве Христа, что Он отдал свою жизнь. Он умер. Он страдал. Он победил грех, потому что любит нас. Он дал эту возможность, чтобы мы перемирились через Него с Богом. Он прожил жизнь тяжелую. Мы вот сегодня утром вторая проповедь говорили о саддуке и фарисеи, как сложно было Христу таких, ну, этот путь к Иерусалиму. Всегда люди были, которые шли против Него. Сложную жизнь. И при этом всем добавляется, что Он раб. Вот сколько много Христос делал, и еще добавляется один статус – раб. Я думаю, что каждый из вас понимает, что такое слово раб. Может быть, кто-то больше, но кто-то меньше. Но позвольте мне прочитать значение. Что означает раб? Первое. Раб занимает среди людей самое низкое и презренное место. Крепостное право равносильно рабству, при котором человек продают как вещь. За любое непослушание наказывают побоями. Его могут убить и не нести за это ответственность, потому что он является собственностью владельца. Крепостные люди, как и рабы, не имеют никакого права. Вторая характерная чертой раба является полнейшая покорность своему господину, или Божьей воле в нашем случае, или же неограниченное признание, что его господин имеет над ним неограниченное право. Третьей характерной чертой раба является его полнейшая зависимость от его господина, поскольку он ничего не может делать по собственному мнению, но во всем должен равняться в соответствии с волей своего господина. Главное положение раба заключается в том, что он должен делать только то, что прикажет ему исполнять его господин. Знаете, когда читаешь, ну эти слова мурашки по коже. Потому что я не думаю, что кто-то из нас хотя бы на день хотел бы иметь вот быть рабом. Хотя бы на день даже. Я не думаю, что кто-то и нас согласился. Ты не имеешь своей мечты. Ты себе не принадлежишь. У тебя нету своих планов. Ты не строишь, потому что кто-то за тебя строит планы. Ты не знаешь, что будет сегодня. Ты не знаешь, будет ли у тебя завтрак или обед, потому что все это только знает твой господин. Все в его руках. Если мы сегодня, может быть, возможно, возможно, наша работа сложная. Возможно, у нас какой-то плохой начальник, злой начальник. Но тем не менее, у нас сегодня есть права. Мы можем, имеем право на обеденный перерыв, на брейк. Никто нас не будет бить или что-то делать, потому что у нас есть права. Мы живем в другом мире. Для того времени людям было очень понятно, что такое раб, потому что они видели это, они жили с этим, они понимали, что такое раб. И сегодняшнюю тему я бы хотел Иисус раб Божий. Иисус раб Божий. Иисус пришел на этой земле и в чем проявлялся его вот этот статус? Если смотреть на Христа в Евангелиях, проявлялся в его жизни, в его словах. Смотрите, что говорит Иисус. Ибо я сошел с небес не до того, чтобы творить волю мою. Не для этого я пришел, говорит Христос, но волю пославшего меня Отца. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой правильный, ибо я не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Иисус говорил вот эти слова, как Он говорил, так и жил. Ибо Сын человеческий не до того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он пришел, чтобы служить. Он пришел, чтобы быть слугою. Он не имел своей воли. Он ничего не делал от себя. Он полностью, полностью был подчинен Богу. Смотрите, что пишет Павел филиппийцам. Очень известная глава. Часто, очень часто проповедуется на этой главе. Это вторая глава, седьмой, восьмой стих. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он уничижил себя. Вот буквально эти слова звучат так. Он опустошил себя. Он не опустошил не свою божественную суть, а свою славу. Это, знаете, как принц, который отказался от престола. И когда он отказался от престола, он потерял все привилегии. Но при этом он остается сыном царя. Христос это сделал, потому что он любит тебя и меня. Он оставил небеса, он оставил славу небес и принял этот образ раба. потому что он любит нас. Он это сделал заради меня и тебя. Почему именно Иисус? Почему именно Иисус должен был стать рабом Божиим? Можно задать другой вопрос, а кто другой может? есть ли человек, который может угодить Богу? Есть ли кто-то другой, кто может угодить Богу? Да, мы говорили, когда я читал, что такое раб, мы говорили о том, что быть рабом для человека это сложно, но быть рабом Божиим еще сложнее, потому что Божьи стандарты намного выше, чем человеческие. Кто может угодить Богу? Только Иисус. Только Он был способен в точности все исполнить, Его волю в точности. Он был способен быть той жертвой непорочной, чтобы умереть, чтобы через Него мы могли через Христа угождать Богу. Только через Него. Быть рабом Божьим это почетно. Если говорить о рабстве среди людей это позор. Никто не желает иметь такой титул. Я не думаю, что после того, как я вам прочитал, что такое раб, вы бы захотели иметь такой титул. Вряд ли. Среди людей это позорно. Но Божий раб это почетно. Смотрите, что дальше говорится филиппийцам. Мы прочитали седьмой и восьмой стих. Но если смотреть дальше, девятый и одиннадцатый стих. Посему или по-другому это слово поэтому, поэтому, что Бог, что Иисус пришел на эту землю, принял образ раба, поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца. Это почетно. Бог превысил, Бог превознес его Иисуса, его имя выше всех. Смотрите, как пишут апостолы, когда мы читаем их послание, их письмо, как начинается вот это послание. Павел, раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Яков, раб Бога и Господа Христа. Юда, раб Иисуса Христа. В начале своего послания, в начале своего письма, для них было важно подчеркивать этот статус. Раб, вам пишет раб Божий, который не имеет своей воли. Я не пишу от себя, потому что я полностью починил себя Богу. И Бог пишет через меня вот это послание. Поэтому это называется Божие Слово. Я раб, потому что я полностью починил себя Богу. Представьте себе, что кто-то из высших начальств пишет вам письмо. И начало этого письма они напишут своего имя и потом свой статус, директор, начальник или президент какой-то компании. Они будут подчеркивать свой статус. И в начале своего письма, когда посл писали, они подчеркивали раб Божий. Я раб Божий. Вот какой мой статус и почему я пишу. Потому что я служу Богу. Как я могу быть рабом Божиим? Если прочитать стих вот в этой же главе, филипийцам вторая глава, если прочитать выше, пятый стих, ибо вас, как я могу быть рабом Божьим, ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Христос способен, Он пришел и Он угодил Богу. Только через Христа мы можем угодить Богу. Только через Христа мы имеем вот это примирение с Богом. Мне нравится, как звучит современный перевод или новый перевод. вот этот стих «Рассуждайте и поступайте так, как Христос». Рассуждайте и поступайте так, как Христос. Как я могу быть рабом Божьим? Как мне служить Богу? Рассуждайте и поступайте так, как Христос. Он должен стать моим примером. Когда я читаю Евангелие, когда я слушаю проповедь про Иисуса, Он становится моим примером моей жизни. И как мне поступать? Когда появляется какая-то ситуация в моей жизни, я понимаю, как бы сделал Христос? Или как меня учит Бог? как мне нужно поступать в этой ситуации? Как мне нужно жить на этой земле? Библия говорит, что кто живет во грехе, тот раб греха. Нету золотой середины. Или ты с Богом, или ты против Бога. Рассуждайте и поступайте так, как Христос. Аминь. Давайте помолимся.